Окупация 101. Голоса безмолвного большинства. В 1947-м, когда усугубляющийся конфликт вышел из-под контроля, Великобритания решает обязательно вообразованную Организацию Объединенных Наций решить палестинскую проблему. Под давлением Англии ООН предлагает разделить эти земли на два государства – арабское и иудейское. Арабам в этом разделе предполагалось выделить 43% земель, невзирая на факт, что арабы составляют более 2 третей населения, и в их собственности находится 92% территории. Евреям должно было перейти 56% земель, хотя они составляли только 1 треть населения, и в их собственности было менее 8% территории. При всем этом они получают не просто большую часть земель, а наиболее плодородную их часть. Сианистские лидеры, воспользовавшись преимуществами своей превосходной военной подготовки, начали немедленно оккупировать главные арабские города Палестины. Хава Келлер, солдат Израиля в Эне 48-го года. Я была среди захватчиков селения Акре. Мы там повсюду ходили. Я увидела в одном доме пару детской огуви, где-то на 2-годовалого ребенка. Они так бежали, что у них даже не было времени обуть дитя. Они оставили в доме практически все. Мы выяснили, что проводились систематические насильственные выселения палестинцев. И, как я уже сказал, имела место всеобщая операция по этнической чистке. Самой постыдной их операцией было вырезание селения Дейр-Ясин, в котором было убито более 100 мужчин, женщин и детей. Мои дети, брат и я укрывались в этом доме. Брат провел с нами всю ночь, поддерживая нас. Наш дом забросали гранатами. Мои дети и я были ранены. Когда настало затишье, евреи ворвались в дом, выломав дверь и вытащили нас наружу. Они начали жестоко избивать моего брата Мурсу. Я протянула солдату денег, чтобы он не убивал Мурсу. А он взял их и сказал, «Ты добрая женщина, поэтому я покажу тебе, что я сделаю с твоим братом». Он отбросил его на землю, и брат упал таким образом. Затем солдат приставил к голове Мусы пистолет и сделал пять выстрелов. Большая часть членов ее семьи и родственников были убиты. Поплатились жизнями два ее сына, пасынок, ее отец, мать, два брата, бабушка, дедушка, дядя, тетя и их дети. Безжалостность атаки на ДР-Яссин повергла в страх и панику население Палестины и стала причиной повального бегства безоружных жителей из своих домов по всей стране. Как результат этого, еще до того, как первый арабский солдат вошел в Палестину, около 300 тысяч палестинцев ее покинули.